Всем привет, зрители моего канала! Сегодня хочу рассказать, какой немножко трудностью я столкнулся при автополиве. В общем, короче, у нас здесь смородина. Вот я показывал участок, кто следит за нашим каналом. Здесь 230 кустов смородины. Получилось у нас... То есть у нас сейчас получилось в данный момент 9 рядов здесь. 9 рядов. Но так как давления не хватает, 9 рядов не могут поливаться. То есть огород у нас еще здесь под уклоном. Находится вот этот участок под уклоном. То есть нижние ряды 5 рядов где-то поливает. Но он почти все поливает, там 8 рядов. 9 ряд он не доливает 5 или 6 курней. На 8 ряду он не доливает 3 курня. И на 7 два курня последних на концах вон там он. В общем, я пробовал и капельницы подзакручивать. Думал, может уменьшить на капельнице напряг на каждой. А не уменьшится, давление создастся и даст... Нет. Я сделал эту проблему, убрал как? Я пришлось мне разделить эти ряды, короче. Я взял 5 нижних и 4 верхних. То есть мне пришлось сделать здесь раскрутку этих, где центральный. Вот у нас идет центральный кран и, короче, подача идет. Я сделал их, рассоединил, сделал, короче, 4 трубы там, 4 ряда идут они. То есть их отсоединил краном. Здесь я сейчас соберу все. То есть будет центральный открыт все время. И два крана будут стоять по бокам. Один будет поливать вверх, 4 ряда. Второй поливать будет нижние ряды. Короче, я сейчас соберу и покажу вам. Смотрите, что будет дальше. Ну вот, посмотрим, что у нас сейчас получилось. Вот, как я говорил, я поставил здесь тройник с подачей на кран. То есть можно было его сместить и поставить такую вот штучку. То есть еще одну сюда. Просто тройник с тремя вот этими. Ну я сделал проще. Вот его сразу вкрутил сюда. Здесь поставил кран. Видите? То есть это на 5 рядов идет у нас на низ. 5 рядов поливает вниз. Кран он сейчас закрытый. И поставил, стоит кран на верхние. На верхние 4 ряда. Сейчас мы посмотрим, капает ли у нас те 8. Там всего лишь 8 кустов не доходило до края. И не доливал он. То есть вот такая развилка. Этот кран все время будет включен. Эти два просто я закрывать буду. Когда мне надо, я открою этот кран. Польет тут. Закрываю. Открываю этот. Поливает низ. Все. После этого мы хотим, я еще, как говорил в будущем, буду, в будущем хочу купить датчики, которые сами включают и выключают. На 7-дневный датчик. На Алиэкспрессе я такое увидел. Мне понравилось. Хочу попробовать взять. То есть здесь придется ставить два датчика. Один датчик получится вот тут. Один вот тут. То есть он будет после крана, он будет включать и выключать 7 дней в неделю. Мы просто время, режим времени другой. Ну все. Сейчас я посмотрю. Там если есть, все капает. Значит я все правильно сделал. Пойдемте сейчас посмотрим. Пока у нас системная там заполняется. Покажу. Вот я здесь добил ряды. Посадил еще 9 кустов красной смородины. Вот мы соединение сделали. То есть ряды вот у нас были. Ряды. Здесь соединение. Раз, два, три ряда. Три соединения. И здесь посадил 9 кустов красной смородины. Вот посажены кустики. То есть они уже в этом году у нас будут плодоносить. Ребята, смотрите. Смотрите, видите. Красная смородина. Кустик такой маленький. А он уже был усыпанный. Усыпанный. Ребята, смотрите. Красная смородина. То есть он уже отцветает. Он уже цвел. Ну не знаю. Я вам скажу что. То, что у нас был мороз очень. Вот. Кустики только-только. Они уже готовы. Вот. Ну пойдемте. Система может заползает. Ну все. Проверили мы капельницы. То есть я честно хочу сказать. Так и не дает нам пока 8 капельниц. Вот эти вот. Вот смотрите. Сейчас. Раз, два, три. И второй ряд 5 капельниц. То есть 8 капельниц он не дает. Вот. Видите, соседний капает. А следующий не капает. 5 капельниц туда. И по этому ряду 3 капельницы. Здесь видите, капает. Там капает. А туда вот нифига. Видите, рядом прям текет. Как текет. Не знаю почему. Не дает он эти 8 капельниц. Хоть я его разделил. Ну все. Пока на этом закончим видосе. Кому что понравилось. Ставим класс. Лайк. Также. Пишите в комментариях. Что-то может подскажете. Подсказки какие. Как улучшить. Без помощи системы. На. То есть. Ну. Этих. Как его. Принудиловки. Система принудительной. Это я и сам знаю. Что можно поставить принудительную систему толкания. А как бы сделать так, что. У нас получается эта точка выше всех. Там точка ниже. Все. Пишите в комментариях. Может кто что-то подскажет. Будем рады. Прослушаем. Ну и всем. Не забываем также подписываться на наш канал. Сад Чекально. Сызранский район. Ну и всем пока. Удачи, ребята. Ждите следующего видео. Будем устанавливать такие же краны на яблонях. Отделить наш сад на две половины яблонь. Мы лечим. До новых встреч. Продолжение следует...